Я вам могу ответить следующее. В 2014 году в один дом, я с 2006 года живу в Киеве, в один дом въехали на БТР, в Донецке, там где сын жил, а в другом доме устроили склад боеприпасов. И вместо того, чтобы кто-то подошел и спросил, скажи, пожалуйста, ты все делал сам, и никто в этой жизни не помогал. У меня в 19 лет, мне была мама. Мне никто не помогал, подойди и скажи. Ты платил налоги, ты работал по 20 часов в сутки, может, мы тебе кредит дадим беспроцентный, давай, покажи. Разве кому-то не нужны люди, которые не говорят языком о работе? Ну, вместо этого, 4 года, ну, наверное, кто-то мне пытался ад устроить. Пресса рассказывала какие-то небылицы, о чем? Какие-то небылицы, кто кого спонсировал. Вы положите просто на черную бумагу белый карандаш. Разве их нельзя отличить? Можно. У меня в домах живут с июня 2014 года, в доме у меня живут. Во втором доме склад боеприпасов, у меня пытаются грязи убивать. Ну, если это всех устраивало, все потакали, я неоднозначно вслух говорил. У меня есть аудиозапись, как меня пытались 4 года назад заказать. У меня даже к этим двум негодяям. Какие могут быть претензии? У него же вместо мозгов. Воздух гуляет. У меня только вопрос к его другу. Да, тебя меня заказали. И когда мне говорят, вот, не обеспечили, ребята пришли с войны. Я могу сказать по-другому. У меня в жизни были ситуации, когда у меня кроме спортивных штанов одеть нечего было. У меня в жизни были ситуации, когда у меня не было 20 копеек, если вы помните, когда такая была цена на хлеб. У меня не было просто пойти купить кусок леса. Но я же не пошел в чьи-то жизни собирать. Я очень верующий человек, я же не пошел. Давайте друг другу посмотрим в глаза. Не важно, кто в какой ситуации. Не важно, у кого в жизни сложность или подъем. Людьми нужно всегда оставаться. У меня только один вопрос к его другу. Ты же видел, что я в машину съел. Тебе же меня заказали. Тебе меня заказали. Так стреляй в меня. Ты же видел, я с двумя детьми сел в машину. Это же дети. Это говорит только о том, что у этих людей полное отсутствие всего в голове. Это на мой взгляд. Может, у них оно другое. Жизнь покажет. Кто за вас? Вы контакт на голоске должны быть с замовником? Я вам могу сказать одно. С Божьей помощью, мне кажется, что-то у нас налаживается. С Божьей помощью, ну, наверное, как-то давить перестали. Или перестанут, или перестали. Вы сами знаете. А про кого говорили? Про Емельянова, про его друзей. Что такое Лаврия? Вы можете мне ответить? Ты стрелял. Так я вам задаю вопрос. Кто он такой? Как его зовут? Александр. Ребята, я же с вами нормально разговариваю. Да не важно, как его зовут. Он пустое место. А кого вы подозрите у замовника? Вы хотите, чтобы я вам назвал фамилии, которую вы проконтролируете, чтобы сели на детектор лжей? Да. Так нет или нет? Кого вы подозрите? С кем? Чи были погрозны? Я вам еще раз говорю. Вы готовы проконтролировать, чтобы эти люди, которых я назову, сели на детектор лжей? Вы довольны работой следствием? Я не услышал ответа. Если вы не готовы, о чем говорить. Я вопрос вам задал. Вы готовы проконтролировать, чтобы тех людей, которых я готов назвать в словах, чтобы они сели на детектор лжей? Вы готовы? Если готовы, я готов вам назвать, что из-под них. Вы готовы? Вы можете сказать, что вы делаете? Какие мотивы могли быть? У нас просто в стране есть люди, у которых нет слова «хват», которым всегда мало. Я этих людей знал, когда они были бездельными. Я этих людей знал, когда им было тяжело. Я этих людей знаю. Ну, им всегда мало. Когда-то они ездили на троллейбусе, потом на «Жигулях» стали ездить, потом еще на чем-то. Им всего мало. Знаете, есть такая мания? Я думаю, вы мультфильм детстве смотрели, когда копы там стучало, да? Это люди, которые четыре года назад на вас подбирали? Я вам еще раз повторяю. Вы писали посты, про то, что был певный тиск, певный, с боку певных людей. Это может быть связано с ними? Еще раз повторяю. Вы писали посты, говорили про то, что это может быть связано с певными людьми. С мешками. Как нам это проверить? Четыре фамилии, я думаю, из шести вы точно знаете. Вы не выключаете, что это тоже связано с ними? С теми, про кого вы писали тогда? После трагичного убийства, спевчиця, вашей родине вам надходили? Я у своей жены спрошу по одной причине. По той причине, что сегодня еще те, кто заказывал, работа не выполнена. Мы точно прекрасно знаем, что хотят сделать то, что хотят. И не важно, я буду живой или жена моя будет живая. Мы это одно целое, мы точно дойдем до конца. В этом я уйду. Ты считаешь назвать фамилии? Я их записал, чтобы потом в пути не забыть. Я никогда... Знаете, есть такое выражение... Ребята, давайте по очереди, пожалуйста. Давайте по очереди, пожалуйста. Попросите своих коллег по очереди, пожалуйста. Я всегда в жизни говорил одно. Дай Бог, чтобы нас... Дай Бог, чтобы нас... Наши дети хоронили, а не мы наших детей. И когда кто-то... Мне там вчера позвонил мой один товарищ, говорит, там соболезнованно, слушай, а ты там читал, какой-то написал, вот они нормальные, им просто не оказали помощь. Ребята, это глупость. У нас у всех две руки, две ноги, одна голова. Поверьте, если кто-то думает, что я не знаю, что такое очень тяжело, если я не знаю, что такое на пульсе за 220 нужно терпеть, я это знаю. Я это знаю. Если кто-то пытается найти себе оправдание, мне очень жаль. Это не люди, которые пытаются найти оправдание потому что, да потому что. Мы все одинаковые люди. Есть грань через которую нельзя переступать. Никто из нас не давал друг другу жизнь, не имеет права забирать. Не имеет права. У кого-то другое мнение, скорее всего. Вы можете назвать признащище, да? Ну, подождите, коллеги. Я приложу все усилия, чтобы эти люди... Я не готов сейчас их обвинять. Я не готов, я же не судья. Я не следователь. Но я в эфир предлагаю людям, которые в этом списке... Я записал их просто для того, чтобы, еще раз повторю, не забыл. Я просто предлагаю этим людям... У меня даже претензий не будут. Пока. Чтобы эти люди сели на детектора лжи. Передо мной, перед полицией, перед обществом. Они покажут, что они не виноват. Но я знаю больше, чем они думают. По фамилии следующие. Двух судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, в Австрии. И которые живут припеваючи. У них все хорошо. Я думаю, вы понимаете, о ком речь. Емельянов только. Сколько времени прошло? 4-5 лет. И что? Что-то поменялось? Покажите мне. Уголовные дела. Мне один говорит, что их уже давно продали. Другой... Мне не важно. Купили, продали. Покажите мне результат. Покажите. Люди рассказывают, что они вчера развелись. На следующий день мне приносят фотографию, как он кольцо на колени отдалит жене. Но это же его право. И дай бог ему крепкого здоровья. В этой же компании есть два человека. То есть они на меня в суп подают. С мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании. Брославский и Малик. Я думаю, вы тоже не один раз слышали эти фамилии. Есть молодой человек, который до войны, скорее всего, был Никит. Во время войны... Ну, невозможно на честном бизнесе взлететь за год. Но если ты, правда, не нашел золотую жизнь. Я уверен, что навряд. Есть такой в Мариуполе крупный специалист Николай Будых. Который постоянно пытается прикрываться своим братом. Фамилию брата захотите узнать сами. Я думаю, вы догадываетесь. Есть такая девушка, которая 20 лет своей жизни не посвятил. Которую учил, воспитывал. Евгений Абуров. Который с начала войны живет в Донецке и очень успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Ванюк, я думаю, меня услышит. Нишь? Присядь на детектор лжи и покажи, что ты ни от кого не скрываешься и что у тебя совесть чиста. Это Азовец колишний, так? Это колишний Азовец, Булат, так? Да, вы все знаете сами. То есть это может быть связано с Азовом или конкретно с ним? Это конкретно с ним или с Азовом? Я радуюсь за такие самые убийства. А он співпрацював саме с Емельяновым или у вас были какие-то конфликты с ним? А также у меня есть еще два прозвища. Останнее я оставлю для себя. Александра Грановского знаете? Саша, присядь на детектор. Я хочу послушать, что ты мне расскажешь. Кто что знал, кто кого заказывал. Расскажи на детекторе, как агентство буквы. Четыре года надо мной издевалась. Четыре года. Мне просто показывали в интервью одного человека, который говорил, заплатите деньги. В течение трех месяцев мы из любого человека сделаем, что ему ни одна авиакомпания Мира билет не продает. Так спросите, кто надо мной четыре года издевался? Из меня кто-то пытался сделать кого? Кого? Посмотрите, я живой, здоровый человек. Кого из меня? Четыре года, Саша, пытались сделать. Я знаю больше, чем даже кто-либо думает. Я по всем перечисленным фамилиям, у меня нет никаких претензий. У меня пока одна просьба. Две или три недели назад в парламенте депутаты садились на детектор. Вот у меня просьба ко всем перечисленным. Последнюю фамилию оставлю на потом. Присядьте на детектор и покажите мне и моей жене, моей семье, покажите, что вы честны. Не нужно много слов. Просто покажите, что вы честны или вы чисты, как вы любите это говорить. Продолжение следует...